И снова здравствуйте! С вами Злобный Павлик. И это видео я хочу начать со слов благодарности. Благодарности вам за то, что вы меня смотрите. Потому что Google сегодня мне прислал совершенно поразительное письмо. Говорит, поздравляем, у вас целых тысяча просмотров на канале. Я не знаю, как это случилось, но это случилось. И по этому поводу я решил устроить небольшой конкурс. Как вы помните, я ездил в Хьюстон, да? И вы думаете, что? Я же помнил о вас. Поэтому я там купил кое-какие сувениры, и я хочу их разыграть. И если вам вдруг наскучит меня смотреть, просто перематывайте в самый конец, переключайте. И смотрите условия конкурса. Надеюсь, вам понравится. А сегодня я хотел вернуться бы к теме, которая затронула в прошлый раз. Это оружие. И вот что я нашел. По закону, оказывается, да, действительно, я по закону не могу покупать оружие, но я могу его взять в аренду. А также я могу его купить с рук. Да, как это ни странно, я не могу купить в магазине пистолет, но я могу его почему-то купить с рук. Как это работает, я не понимаю, но таков закон. Еще я могу получить лицензию на ношение, что я попробую сделать. И могу получить охотничью лицензию, что я делать не хочу. Потому что в охотничьей лицензии там есть определенные сложности. То есть не все, например, пистолеты покупать сложно, потому что они для охоты не подходят. В общем, там есть ограничения, это неинтересно. С рук покупать я тоже не хочу. Но как-то это вот, не знаю, передергивает меня как-то. Похоже на какой-то черный сбыт. Вот. Поэтому я, наверное, доеду до тира. Я нашел тир недалеко. И попробую получить лицензию на ношение оружия. Чем, черт не шути, да, глядишь, мне ее выдадут. Вот это будет номер. Ну и как только я схожу в тир, я, конечно же, обязательно запишу ролик и расскажу вам, что же там можно сделать и какие есть варианты. Ну и, может быть, получится еще и пострелять. Поскольку арендовать же я могу оружие. Да, я не могу им владеть, но могу арендовать. Ну и что бы вы ни говорили, что мои видео малоинформативные. Кстати, за это вам очень большое спасибо тоже. Я имею в виду за критику. Я ее обязательно воспринимаю и стараюсь сделать так, чтобы мои видео были интереснее. Так вот, сегодня я вам немножко расскажу о том, как происходит забор детей из школ. У школы есть зоны здесь. То есть все дома присоединены к какой-то школе. Это связано с налоговой политикой. Каждый житель платит налоги не только государству, но еще и муниципалитет. Муниципалитет на школы. Так вот, если вы привязаны к школе, вы должны ходить в эту школу. Как попасть в эту школу? Вы идете, записываетесь в школу. После чего, если вы живете далеко от школы. Здесь надо понимать, в основном частное строительство, да, и достаточно большие расстояния школа покрывает. То есть, если вы далеко от школы, а родители не хотят или не могут возить ученика, то ученик будет ездить на автобусе. Он может попросить. Далее родители могут возить, естественно, на своей машине. Или же ученик может ходить пешком. Или же там ездить на велосипеде, на самокате. В общем, как получается. В старших школах ученики уже тут ездят на автомобилях, потому что здесь можно получить права с ограничениями с 16 лет. Права на автомобиль. Вокруг всех школ обязательно есть некая зона, в которой движение разрешено со скоростью 20 миль в час. Загораются светофоры, и ты не имеешь права ехать быстрее. Около школы всегда стоит один или два полицейских. И очень часто они стоят с радарами. И если вы превышаете, там приличный штаб. По-моему, долларов 200. И за этим достаточно строго следят. Вот как раз сейчас я подъезжаю к школе. Точнее, я проезжаю мимо нее. Это даже не сама школа. Это достаточно оживленная дорога. Но, как видите, поскольку она попадает в границы школы, вот здесь стоит знак. Видите, 20 миль в час можно ехать. Горят кругом проблесковые маячки, сообщая о том, что нужно снизить скорость. А впереди пешеходный переход. Пешеходный переход для детей. И там вот, если видите, слева стоит специально обученный человек с табличкой «Стоп». Сейчас машина его закрыла. Собственно, это люди, которые набраны просто из местного населения. В начале учебного года школы рассылают приглашения. Говорят, если вы хотите, вы можете поработать. Школа за это платит. Я не помню, там какие-то копейки платятся. Но понятно, что это работа не для заработка, а, скажем так, работа для того, чтобы не сидеть дома. Поэтому в основном там безработные пенсионеры, свободные мамы, которые не работают. Тут нужно выйти буквально на час или на два в моменты, когда детей привозят в школу и когда детей со школы увозят. Вот они, ученики с правой стороны на велосипедах. А вот специально обученный человек, который сейчас пропустит основной трафик, потом поднимет знак «Стоп» и даст возможность проехать детям так, чтобы их никто не сбил, ничего с ними не случилось. Прекрасная практика. Я представляю, сколько бы жизней можно было спасти, если бы везде такие были правила. Вот и получается, что в обеденное время, когда 2-3 часа, в зависимости от того, во сколько из школы отпускают детей, разъезжается куча желтых автобусов по районам, которые разводят массово детей. А с утра, соответственно, вся эта куча автобусов массово собирает детей со всех районов. Естественно, есть определенные сложности с трафиком. Там около школы выстраивается очередь, очередь из родителей. И хочу обратить внимание, несмотря на то, что детей достаточно много в школе, вся эта линия проходит очень быстро. То есть забрать ребенка – это 10-15, максимум 20 минут, если ты приехал уже, когда собралось очень много машин, все равно ты много не простоишь. Все очень оперативно, все достаточно быстро работают, все слажено. Поэтому процесс поставлен здорово. Здорово и безопасно. Ну что же, а сейчас обещанный конкурс. Итак, как вы помните, я был в Хьюстоне, и из Хьюстона я привез целый мешок подачек. Значит, что у нас здесь есть? У нас здесь есть вот такая кепочка с вот таким шевроном. Шеврон просто приклеивается на рукав. Далее. У нас здесь есть вот такой магнитик и вот такой брелок. И у нас здесь есть вот такая совершенно замечательная кружечка. Это из Хьюстонского аквариума. Значит, через недельку, я сейчас уезжаю, поэтому через недельку я устрою розыгрыш, чтобы было понятно. Первый, кто выпадет, получит вот эту кепку из центра НАСА с шевроном. Второй получит брелок и магнитик. И третий получит вот эту замечательную кружечку. Правила очень простые. Для того, чтобы участвовать в конкурсе, нужно быть подписанным на мой канал. Это я буду проверять прежде всего. И второе, нужно под этим видео написать в комментарии, что вы участвуете в конкурсе или что вы хотите приз или все это вместе. Ну, не важно. Собственно, все, больше вам ничего не нужно, поэтому подписывайтесь на канал, оставляйте лайки, жмите колокольчики и обязательно пишите внизу в комментариях, что вы участвуете в конкурсе. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok